Вернемся, вы поймете, почему я тебя вспомнил, да? Что говорит Велимоков? Реально только единичное. Реально только единичное. Нет общего. Реально. Вот есть пакты, есть единичность, есть предметы, есть объекты. Их и надо исследовать. А что такое универсалии? Это термины, номины, имена. Кстати говоря, одна из ветвейных именализм, он так и называется. Терминизм. Терминизм. Общее существует только в терминах, только в понятиях. Это языковая уловка. Это языковое приспособление. Очень удачное приспособление. Потому что с помощью терминов мы уплотняем информацию. Мы с вами связали себя конвенциями, договорами. Мы прекрасно понимаем, что значит то или иное понятие. У нас оптимизируется обобщение. Мы информацию передаем друг другу в упакованном виде. Еще упаковка блистательная. Все там спрессовано, все там сжато. Все уже живет лучше. Но самое главное, он отрицает наличие универсалей как таковых. Вы понимаете, да? Он выступает уже как председатель совсем другого типа мышления. И он очень влиятельный. И он говорит, зачем нам эти универсалии? Мы обязаны работать с идентичными фактами, с природными реалиями. И это есть призвание ученого. Это лучше говорить новое время через него. И вот забитое правило, это надо записать на слоба. Вот забитое правило, которое называется бритва окома. Бритва окома. Бритва. Вот нужно отсекать понятия, которые в его глазах являются пустыми. Бритва окома, это правило звучит так. Не води лишние сущности. Не води личные сущности. Лишние сущности. Если хотите, это первая заявка на принцип экономии мышления. На принцип экономии мышления. Стройзнание, опираясь на факты. Которые чувства на достоверных. Ну, так, если его так, знаете. Кстати говоря, Санта Ухо был человеком верующим. И он очень много писал о Боге. И писал убедительно. Хотя он понимал, что его могут спросить, а не является ли Бог лишней сущностью? Бог не воспринимаем, Бог не верифицируем. Может, его надо отсечь, как что-то лишнее. Ну, к этому многие подходят. Подходят. Но эту инерцию, которую задает окома, нельзя преодолеть. Ее никак не погасишь. И этот вопрос перед нами встает. Вот. В общем-то, оком считает, что в науке очень много лишних сущностей. Много понятий, которые не наполнены ничем. Просто некий балласт. Они, звучат эти понятия, очень так, высоко, торжественно. Но если копнешься, они пустые. Вот надо расчистить науку. И надо ее освободить от этих пустых терминов. И держаться только тех понятий, которые действительно имеют привязку к чему-то действительному, к чему-то чувственно достоверному. Вот это знаменитая бритва окома. Не вводи лишние сущности. Отсекай, как бритвы, то без чего-то может обойтись. То есть не выдвигай гипотез, которая непроверяемая. Не фантазируй, не спекулируй. Мысли трезно. Это очень неожиданно для средних веков. И опережает их. Но я хочу сказать, что сегодня этот спор очень-очень активно идет. Мы это почувствуем, когда будем говорить о позитивизме. Но вот сегодня есть, скажем, математики, представители реализма, которые утверждают, что за математикой стоит некая реальность. Реальность. Похожая на реальность платоновых идей. Или тех же самых универсалей. И очень сильна позитивистская линия, которая сводится к единичных фактам. Которая, в общем-то, является развитием идеи Оккома. Так что Оккома это где-то первый как бы позитивист в истории культуры. Так что этот спор крайне актуален. И бритву Оккома сегодня используется очень широко. Знаете, ученый должен строить свою теорию, не используя никчемных понятий. Вы понимаете, как это важно? Язык имеет огромную власть над нами. И очень часто мы встречаемся с фразами, которые кажутся наполненными, кажутся очень такими умакомысленными. Но как только копнешь, ты видишь, что с этими понятиями ничего не стоит. Это игра языка. И игра, которую сам игрок даже и не чувствует. Он считает, что изникает истина. А при вверхе обнаруживается, что это пустословие. Так не вводи лишних сущностей. Вводи только те сущности, которые проверяемы, которые опытно обоснованы, опытно доказаны. Вот Окком приосторожил науку. И бритву Оккома сегодня один из таких самых замечательных методологических, я бы сказал, орудий или инструментов в нашем познании. Ну что-то я сегодня заговорился, хотя я устал. Давай сделаем минут пять перерыв и закончим. Так вот, я возвращаюсь к понятию универсализма. Вы, конечно, чувствуете, что между понятием универсализма и между реализмом своего категории универсалия есть глубокая связь. Средний века претендует на создание, вот это очень важно подчеркнуть, целостного образа мира. Вот идеал, идеал картины мира, которая была бы всеохватной, универсальной. Эпоха Возрождения поддержит вот эту интенцию, интенцию направленности на что-то. Но новое время, новое время, оно мир раздробит. Раздробит. Наука нового времени, она, как я сказал, будет связана с, прежде всего, накоплением фактов, их научной обработкой. Это великое дело. Это великая задача, которая решалась заблистательно классическим сознанием. Но при этом утрачивалось интегральное видение. Я хочу сказать, что мы непременно вернемся к идеалу целостного описания природы. Мы к этому сейчас уже и идем. И мы все чаще говорим о синтезе знания. Все чаще говорим о холистическом подходе. Холизм, это слово хол, целый. Холизм, запомните это выражение. Средневеково, ну-ка, холистично. На смену ей приходит механистическое мышление. Мышление, которое дробит мир. На части, на фрагменты, на лоскутки. Это нужно, это полезно. Но рано или поздно мы исчерпываем эту методологию. Исчерпываем эту евристику. И средневеково, я еще раз подчеркиваю, будут в этом плане играть большую позитивную роль. Можно спорить с характером той целостности, которую мы видим в синтезе картины мира. Характером в каком смысле слова? Да, это религиозная картина мира. Поля целостности создаются Богом. Бог держит мир. Бог все связывает воедино. Не важно, не важно. Все равно эта модель очень, по-своему, блистательная. Универсализм. Отсюда, конечно же, идея универсализма, конечно, и установка на поиск единства явлений в природе. И в человеке. Универсальность предполагает единство. Единство многообразия. Мы уже говорили, используя эти понятия. Это понятие, в общем-то, всегда, всегда в деле. Всегда не работает на науку. Но здесь, здесь, вот эти понятия получают свое с преломлением очень специфическое. Я бы сказал так. Средневековая наука озабочена поиском подобий. Подобия, аналогий. Которые призваны выявить единство, скажем, прежде всего, в космосе человека. Космос и человек. Замечу, что в средневековом городе мира человек занимает выделенное положение. Это очень интересно. С одной стороны, человек трактуется как существо греховное, существо, которое должно себя умолять. И вообще, меньше всего, быть озабоченным земными делами. Но с другой стороны, вот есть взгляд на человека очень возвышенный. Человек-суть микрокосм. Микрокосм. Думайте в это понятие. Микрокосм. Маленькое подобие макрокосм. Макрокосм. Вот, в рамках средневекового универсализма эти понятия являются самыми емкими. И они очень много нам чего открывают. Вот есть большая Вселенная. Большой мир. И есть малый мир, человек. И они, эти два уровня, связаны отношениями изоморфизма. Связаны отношениями соответствия. Но вот мы, человеками, только что подвергли уничижению. Мы говорили о том, что существо греховное. И, в общем-то, достойное сожаление, что это существо пало. И вдруг звучит совсем другая нота. Человек микрокосм. Человек есть все. Человек универсален. Человек универсален. Да, конечно, это еще не возрожденческий гуманизм. Но ведь это предчувствие гуманизма уже ренессансного типа, ренессансного склада. Это, несомненно, так. Отсюда, конечно, вывод о том, что мы, будучи микрокосмами, можем, изучая себя, изучая себя, получать информацию о мире. Всягла, правильно, да? Вот обращенность взгляда на себя ведет к тому, что ты, глядя в себя, видишь какие-то очень глубинные сущностные отношения, охватывающие весь макрокосм. Путь самопознания становится путем для познания универсала. это прекрасная методология, и она со всеми стрелами будет работать и будет переносить обильные плоды. Я убежден, что наш мозг, наш мозг, еще не до конца раскрывший свои потенциалы, наш мозг, работающий на очень малую часть своей мощности, он еще будет выдавать информацию, которую мы даже не подозреваем. Я думаю, что мы действительно как-то преадаптивно настроены на то, чтобы быть существами всемещающими, несли себе все. У нас для этого есть абсолютно все данные. Средневековая здесь были пионерами, вот эту идею развивая. Она, конечно, хорениться еще в античности, но именно Средневековая дали этой идее раскрытие, очень такое убедительное раскрытие. Убедительное в каком смысле? Ну, убедительное в том смысле, что нас убеждают. Нам какие-то аргументы покажутся наивными, но когда, скажем, органы человека соотносятся с какими-то структурами природы или со созвездиями, это наивно, когда мы хотим буквально этот эземорфизм провести, скажем, считать, что вот эта планета отвечает за такую часть организма, это планета за другую, понятно, что тут много искусственного, но даже и здесь может иметь место евристичность. Вот сегодня, сегодня происходит соединение Юпитера и Венеры, вот в связи Стрельца, если будет хорошая погода, обратите внимание, ночью внизу будут две яркие звезды, Венеры минус четыре и Юпитер минус два, да, редкая такая кристалляция, двух ярких звездил, но еще поговорим об астрологии, здесь я хочу показать, что поиск лихоподобий часто ведет фантастике, но этой фантастике без поэзии, и кто его знает, друг, за этой фантастикой стоит какая-то истина. Хорошо, универсализм, вторая важнейшая черта средневековой науки, еще раз, значит неинтерес, неинтерес, отсутствие интереса к деталям и захваченность целым, так, причем целое поднимается как иерархия уровней, иерархия уровней, макро и микро, и между этим уровнем становится подобие, и вообще весь мир это цепочка подобий, цепочка подобия. Чего-то второе определение, это иерархизм, я уже этой темой касался, мир устроен иерархически, мир устроен на подобии лестницы, и мы должны по ней подниматься, и по мере подъема мы видим, что света становится все больше и больше, и мы когда-нибудь поднимемся к Богу, это вершина для нас, естественно. Вот. В этой иерархии особое место занимает четкое деление или разделение бытия на две сферы, земное и небесное. земное и небесное. Между ними, между этими мирами пролегает граница, жесткая и непреложно означенная граница. Крайне важно для понимания модели средневековой науки. Эта модель дуалистична, дуалистична. Небесный уровень это своя физика, точнее, метафизика. Но как объясняется движение планет? У каждой планеты есть, так сказать, образно говоря, свой толкач, свой ангел, который ее приводит в движение. И это движение идеально круговое и так далее, и так далее. Вот. И другое дело земная физика. Земная физика, которая имеет свои принципы, свои законы. Как бы физика низшего уровня. так? Вот видите, вот это, с одной стороны, установка на универсализм, на поиск налоги, а с другой стороны, видите, противоположный момент, противоположный момент, через мир проводится граница, делающая мир дуалистичным, делающая мир раздойным. Колебания мысли, да, колебания мысли. И колебания, в общем-то, по сути дела, отражающие ситуацию диалога, ситуацию диалога. Мир насквозь един. Мир есть цепочка изоморфизмов, инвариантов, с одной стороны, да, так и, с другой стороны, нам говорят, что мир разделен на две области, которые никак между собой, в общем-то, не состыкуются по-настоящему. Тут нет никаких переходов, каких-то, я бы сказал, шлюзов или там буферов. Все это отсутствует. Резкая граница. Резкий дуализм. Так что, здесь уже единство это и улетучиваться, мы видим внешнодуалистическое. Так что, вот, игра с иерархией, она где-то ведет к утрату этой целостной перспективы, этой интегральности. Наконец, третья очень важная черта, это символизм научного описания. Что значит символизм? Смотрите, природа. мы изучаем природу, мы ученые. Вот давайте с вами скажем сейчас о природе с позиции современного ученого. И скажем так, вот мы скажем очень точно сейчас и четко, природа в наших глазах самодостаточна. Что значит самодостаточна? Мы объясняем природу, исходя из нее самой. Вот это замечательно, вот это великое претение человеческого разума. Природа может объяснить, не прибегая к каким-то внешним факторам, типа первотолчка, первопричина, о чем я говорил уже раз. Вот. Самодвижение, саморазвитие, самоорганизация. Средневковье этого не знало. Не знало, да? Средневковье считало, что у природы есть некий трансцендентный ей, внешний ей движитель, движитель, понимаете? Да. Ну, творец мира, творец мира, да. Значит, я бы сказал так, природа вторична, природа вторична. Поэтому она и не самодостаточна. Природа это копия, копия универсалий. Ну, копия может быть очень совершенная, но копия есть копия, понимаете, да? И никогда копия не будет абсолютно идентичной оригиналом. Всегда между ними будет люфт. Правильно, да? И очень-то возможная ситуация, когда архетип, пусть это универсалия назовем, да? Вот, когда вообще архетип очень абстрактен, а его воплощение конкретное и установить какую-то связь между архетипом и его воплощением надеяться будет однозначно трудно, трудно, да? То есть, пишем, если бы ровно вторично, то она может рассматриваться как некий символ. что такое символ, да? Символ это предмет, который с одной стороны равен самому себе, да? Равен самому себе. Вот я говорю, вот дерево, да? Ну что, дерево есть дерево. Вот это автология. А я могу сказать, что передо мной модель мира, да? Вот мир устроен как дерево, так. Вот есть низший уровень, это уровень корней, есть средний уровень, уровень, где живут ныне живые люди, а там внизу умершие. Есть крона, так, где обитает уже какие-то высшие начали, высшие сущности. То есть для меня дерево может быть символом. Не просто вот дуб, или там ящик, или береза, а некий символ, указующий на какие-то глубокие значения. Символ, да? Символ. Это понятие связано с текстом. С текстом. Символ, знак. Так вот, для средних веков природа была текстом. Природа была знаковой системой. Это очень важный момент. Отсюда это великая метафора, что природа, и что природа это книга, которую надо читать. Книга природы. Но мы читать ее пока еще не умеем как следовать. Мы должны учиться. Трудно учетно это дошифровка текста. И сейчас повторяю, природа вторичная. Природа есть знаковая система. Природа есть набор символов. За ними, за этими символами, за этими знаками стоит некая творящая разумная сила. Мы должны ее познать, но мы не можем это сделать непосредственно. Передание следов сения это текст, текст понятый как природа, природа понятый как текст. Символизм мышления это придает средневековы ноги огромную поэтичность, огромную поэтичность, ожеломительную поэтичность. Вот такое ощущение, что тебя окружает мир символов, и ты уже научился в них разбираться, и ты постоянно получаешь послание от высшего разума, через бамбочку, через пчелиные соты, через неправильную раковину с тобой говорит творец. И наука есть выход к творцу, к творцу, наука есть расшифровка его мудрости. Надо научиться читать эту книгу, мы учимся, это прекрасно. Значит, символизм, еще раз повторяю, самое главное, символизм альтернативен пониманию самодостаточности природы. Символ двух глав. Если я говорю, что природа самодостаточна, значит, природа на самой себе. Не нужно искать дополнительных значений в том объекте, который ты изучаешь. А середняковая мысль это будет делать. Для ее растение не просто растение, для нее растение это некий символ, что-то указующее. И в общем-то фармацевтика середняков строится строится на этих символизмах строится очень последовательно. Возьмите фармакопею для лечения печени. Привлекается растение, которое называется печеночником или печеночницей. Почему? Потому что лист похож на печень. Понимаете? подобие такое оно уже указание, что это растение должно использоваться для лечения органов, на которые это растение похоже. Система подобия, символическое уподобление. Так любой объект интерпретировался. Главный объект. Естественно, что здесь было много всяких нагладок, всяких я бы сказал так, очень сомнительных построений, но вы знаете, все-таки ощущение, что за природой стоит некая реальность, с которой природа считывает информацию. Природа это есть некоторое считывающее устройство. Это эвристика, которая сегодня актуальна. Вот мы можем считать, что природа это книга и у нас сейчас уже есть средство ее читать строго, без ошибок. То есть, это генетический код. Это же чистый язык. Язык, где есть свой синтексис, где есть свой словарь. Вы поймите, язык всегда символичен. всегда символичен. Четыре основания принадлежащие в основе генетического кода, где серо-моноклиновая кислота, ДНК. Вот язык, где символически записано все, что связано с нами, с нашими близниками. Кто этот язык создал? Вот мы говорим, правда, он начинает с простого. Хорошо, вирус, берем вирус, там спираль ДНК, правда, одинарная спираль, у нас два, там одинарная. А так, она точно такая же, как у нас. Точно такая же, как у нас. Привода сразу начинается с сложного. Кто мне скажет, как произошел логический код? Откуда он взялся, этот язык? Бился и все. Знаете, не последствуется его эволюция. Он един для всех живых существ. 3,5 миллиарда лет. Значит, невольно подозревает, что есть некий, так сказать, автор этого текста. Понимаете? Да я не хочу здесь никаких спекуляций, но такая гипотеза вполне правомерна, что за вот этим языком генетическим стоит некий разум. Это типичное средневековое восприятие генекода. Типичное средневековое, да? А что вы продолжите другое? Вы не можете меня ответить на вопрос, как это спираль сложилось. в самых простых организмах. Да, одноклеточные. О, какое простое существо, примитивное. Какая же примитивность, если там работает ДНК? Ну, ну, одна клетка, ну и что? Ну, в этой клетке генекод уже представлен в своем очень-очень совершенном виде. И ничего фактически эволюция не дополняет генекоду. она варьирует основания. Дальше идет комбинаторика. Великая комбинаторика. Но не больше того, код не эволюционирует. Код сразу существует как нечто крайне сложное. Крайне сложное. Вот мы сейчас расширюем вам геномы разных существ, мы читаем эту книгу природы, читаем уже действительно в прямом и точном смысле слова читаем. Ну, а что мы можем сказать об авторстве? Текст предполагает для речи автора. Кто автор? Я не буду здесь никаких спекуляций вам предлагать. Это могла быть все-таки игра комбинаторики, игра случайности, вероятностная игра. Но эта игра требует не 3 миллиардов лет, земля-то существует 5 миллиардов лет, она требует вообще 1-го числа эонов. Эоны это какие-то бесконечно большие адреские времени. Так что проблема существует. Хорошо. Ну, вот как раз в рамках этих всех понятий, о которых я говорил, универсализм, иерархизм, символизм, очень успешно развиваются две, я бы сказал, таких вот опорных науки Средневековья, с ними мы и ассоциировали Средневековье, это алхимия и это астрология. Давайте о них сейчас поговорим. Я думаю, что нельзя алхимию и астрологию называть псевдонауками. Это не так. Это все гораздо сложнее. Все гораздо сложнее. Это специфические образования, специфические образования, которые, конечно, не являются науками в современном, науками в современном не специфическое. И эта специфичность, она исторична, это Средневековья. Но то, что там содержатся элементы науки как таковой, это бесспорно. Даже как бесспорно. И то, что там содержатся элементы мифопоэтической фантазии, в неименьшей степени. По-ровному рассказать. И это придает и алхимии и астрологии уникальные мифопоэтические черты. Именно мифопоэтические черты. Но давайте начнем с алхимией. Цель алхимии вполне практическая. Кстати говоря, в Средние Югого века, будучи веками спириталистическими, будучи временем нацеленным на Бога, они не упускали из виду пользу здесь в физической жизни. И вот алхимия озабочена прежде всего тем, чтобы найти способ искусно создавать золото. Какая задача. Давайте синтез элемента, который называется золото. Синтез. Ничего себе заявка. Конечно, они ничего не знали о том, как устроена атома. Знаете, они понимали, что для того, чтобы существовать синтез элементов, нужна громадная энергия. У них были печи, у них были замечательные сосуды, парфоровые сосуды, термостойки, но температура, которая в этих печах плавильных достигалась, они ничтожно малые. Солнце. В Солнце происходит синтез элемента. Гелий в основе водорода. Водород спрессовывается и получается гелий. Для этого нужны колоссальные температуры. Перед нами синтез, в данном случае, очень простой. Водород, это первый элемент таблицей миндереев превращается в следующий элемент гелий. Но в звездах происходят синтез всех тяжелых элементов. И все то, что в наших селах есть, это результат звездного синтеза. Мы дети звезд. Наша плата у нас из-за звездного вещества. История здесь, конечно, этого вещества очень сложная. Оно оказалось на Земле, оно оказалось тянутым космогоническую мистерию, когда наша Земля и наша Солнечная система формировались. Но это так. Средневеки не понимают, что задача, которую они ставят, нерешаема. Нерешаема в локальных условиях земного опыта. Но идет работа. Идет работа. Создаются всякие растворы, используются всякие активаторы, всякие ускорители реакции. И часто опыты бывают рискованными, что-то лопается, взрывается, идет работа. И масса побочных результатов. То, что не было целью, но то, что ты узнаешь в процессе познания, это ты фиксируешь. Следниковые алхимики искали так называемый философский камень, который и будет переключать один элемент на другой элемент. И так мы наберемся до золота или до серебра. Особой роль, конечно, играла здесь ртуть, элементы такие, как олова, как свинец, на них возлагались большие надежды. Понятно, что это все фантомно, химичное. Но, опять-таки, первое, что здесь позитивное? самая установка элементы превращаемые, элементы превращаемые. Эта установка очень прогрессивная. Вот Ньютон, это уже новое время, Ньютон, благодаря которому началась классическая физика, но не только благодаря галереи, но он-то сыграл роль еще больше, чем галерея. Так? Вот. Хорошо. Ньютон-то был убежден, что атомы не изменяются. Ньютон говорил, что вот как Бог садрил, сколько числов атомов железа, вот он одно число садрил, так они, эти атомы, и существуют. Их нельзя уничтожить, и нельзя создать новые атомы. В этом плане Серняковая мысль была более продвинута, более прогрессивна, чем мысль Ньютона. Пожалуйста, это же очень ценно, да?